Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем первый сезон выживания в кошмарной зоне в мире зомби-апокалипсиса игры State of Diki 2 Jiggernaut. В прошлой серии мы с вами уничтожали сердца, уничтожили довольно много, зацепили еще несколько скоплений, но не этим примечательно прошлая серия, а тем, что мы с вами заимели себе очень крутого персонажа. Мало того, что он боец алого когтя, Гудман, так называемый Антонио Гудман, так он еще и плюс ко всему строитель, друзья, и, как вы уже успели заметить, он еще и лидером стал. Это всего лишь для того, чтобы ускорить строительство снайперской вышки. Я за кадром пока ждал ночь, немножко здесь потрудился, и у нас практически полностью построилось еще каких-то 8 минут с половиной, и у нас будет полностью построенная снайперская вышка. Я считаю, что это очень круто. У нас с вами теперь есть торговый склад, это нам дает лидер-торговец, теперь у нас есть с вами оружейная, это лидер-командир, и у нас есть вышка снайпера, точнее, она будет буквально через несколько минут. Отлично. Давайте проверяем по постройкам, что нам нужно, что мы можем, да, в общем-то, ничего не нужно, но можем мы очень и очень многое, друзья. В этой серии мы с вами отправимся вершить правосудие, и, так сказать, нам нужно будет обозначить здесь, кто тут главный. У нас тут появились враги, лабораторные кролики, они думают, что смогут нас закидать своими там пробирками и масками, но мы уже в этом живем довольно-таки давно, в масочном режиме, нас этим не испугает, знаешь ли. А вот 50-й калибр, в ответ, который полетит в их головы, я думаю, что поставит жирную точку в наших отношениях. Так, смотрите, у нас есть некий таинственный радиосигнал, да, вопрос, нужно ли нам сейчас это, или мы можем этим пренебречь, но это недалеко, да, 200 метров. Тогда давайте выберем кого-нибудь себе на серию. Вариантов много, меню на все вкусы, как говорится. Так, вы знаете, а давненько, друзья, а давненько, да, мы с вами не играли за Лису, то там, то сям, заскучала она, бедная. Плюс еще вот история с лидерством, да, со сменой лидера немножечко, наверное, ее подкосило, но ничего, Лис, не расстраивайся, мы обязательно вернем тебя, обязательно вернем. Сейчас только уладим всякие здесь организационные моменты, и ты вернешься, ты будешь полноправным лидером этого сообщества, потому что спортсменка, комсомолка, ну, и просто красавец, как говорится, хорошо. Давайте, чиним, чиним все, друзья, обязательно, если есть таковые пожелания, да, однажды мы тут починили пару сабель, так что потом их не собрали вовсе. Давайте посмотрим, можем ли мы с вами подмутить себе немножко патрончиков, ну, совсем чуть-чуть, вот 5.56 на разок, на разочек, да, и давайте сразу вот так вот сделаем, оп. Значит, что у меня еще тут появилось интересного, да, давайте покажу. Ну, во-первых, во-первых, вот такая штука, отдельный М203 и к нему 6 гранат. Может быть, в этой серии, может быть, когда-нибудь еще, но для этого нам нужны джиггернауты, мы с вами обязательно используем вот это вот все великолепие и красоту. Так, смотрите, значит, нам желательно пятидесятка, да, вот одного я момента не учел, пятидесятка у нас у Итана, да, давайте-ка мы, наверное, сейчас берем нашего красавчика, скидываем пятидесяточку с него, потому что с людьми воевать нам желательно только с пятидесяткой по-хорошему. И, смотрите, я в мастерскую поставил вот такую вот штукенцию. Эта модификация позволяет делать больше коктейлей Молотова из зажигательных смесей. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле, сколько мы сейчас можем делать. Двенадцать! Черт возьми, двенадцать при тех же расходах. Боже мой, это фантастически круто. Ну, давайте сделаем немного, да, потратим топливо. Кстати, у нас с топливом ряд сложностей, но я думаю, что до вызова первого торговца, который у меня, собственно, откатывается, потому что топливо я уже покупал. Мы в прошлой серии довольно много с вами мастерили коктейлей Молотова. Так, скидываем вот эту штуку, Итан, возьми себе что-нибудь, наверное, на время. Ну, возьми вот эту, да, с одним патрончиком. Я думаю, ты справишься. Ты, парень, молодец, красавчик. Вот так вот она выглядит. RTX Stormbringer. Их тут два вида, да? Хордбрейкер и Stormbringer. Так, ну все, Итан, ты пока отдыхай. Может быть, ты в этой серии нам понадобишься. Ну, а может быть и нет. Бедный Гудман, смотрите, да? Спит, бедолага, там уже уставший. Я тут его поюзвал немножко ночью. И Фост, и в Гриву, как говорится, тут еще нападение было. Двадцать гернаута пришли, но... Ребятушки молодцы, красавчики. Всех просто как катком раздавили, размесили. Так, нам сюда. Окей. Значит, что нам нужно? Нам, во-первых, нужна вот эта штука. По-любому. Нам к ней нужно немного патрончиков. Штучек тридцать, так примерно. Смотрите, значит, какой план? Я, наверное, на время сейчас избавлюсь все-таки от другого оружия, да? Чтобы нам потом залутаться по-нормальному. Ну, чтобы просто не носить с собой кучу всего. В крайнем случае... Ммм, блин, даже не знаю, как лучше поступить. Нет, наверное, все-таки калаш возьму. Все-таки привыкла к нему моя малышка, так скажем. Привыкла она к этому калашу, пускай он у нее остается. Хорошо, это на случай просто появления каких-нибудь чертовых фералов, на самом деле. Так, медицина у нас есть, а снеки есть. Что нам еще нужно? Нам нужны вот всякие такие штуки. Значит, мы берем гранату с газом гниляка. Все, что есть, берем смеси. Возьмем на всякий пожарный немножечко петард. Давайте, наверное, даже сделаем еще себе петард. Так, стоп, где-то здесь. Вот они. Так, у нас здесь установилось улучшение биохимической лаборатории. И теперь мы можем делать те самые гранаты с газом гниляка, которые требуют... Да черт возьми, они требуют топлива, да? Неприятно. Давайте-ка, кстати, вот что сделаем. Немножечко одероблокаторов, да? Немножко совсем подделаем. Так, у нас тут есть еще ZI. Кстати, прикольная тема. Дайте я разок ее сделаю для того, чтобы потом попробовать как-нибудь ночью, как это вообще работает. Интересно, интересно. Так, это у нас что такое? Для газомета. Газомета у нас нет. Зомби приманка, по-моему, у нас имеется. Что у нас по медицине? Давайте еще один раз сделаю. Ну и, наверное, наверное, я все-таки сделаю парочку гранат. Ну, точнее, не парочку, а четыре штуки. Топливо кончается. Нужно будет в этой серии обязательно где-то топливо набрать. Берем вот эти гранаты. Мы сейчас с этими ребятами будем действовать по тактике броска гранаты с газом гниляка и взрыва всей этой петрушки. Посмотрим, что у нас получится. Так, в общем и целом, мне кажется, мы с вами заряжены. Это на смену оружия, если вдруг придется отстреливаться. Ну, давайте на всякий случай магазинчик подхвачу. Патрончиков таких на всякий случай. Так, окей. Вроде как все, мне кажется, да? Да. Давайте единственный момент. Мы еще с вами бафнем вот эту вот штуку. Увеличим себе показатели здоровья. Хорошо. Ну что, едем, кого-нибудь берем. Кого-нибудь хватаем. Кстати, смотри, какие там пацаны шарятся. Хотелось бы мне с ними переговорить очень серьезно. Кстати, пришел же гернаут, гад, и меня тут растрепал. В смысле, кому-то надо, да, вот эти ресурсы? Ну, к секунду, у нас в самих-то там как с запасом? Сколько поместится еще? А нисколько не поместится, друзья. Нам, значит, кому-то нужен такой мешочек от тарабани, да? Хорошо. Давайте тогда вот так вот сделаем. Это сюда. Что у нас здесь по бензину требуется? Возьмем канистрочку. Окей. Сейчас берем кого-нибудь себе в напарники. Не знаю, там выберем из ковбоев. Наверное, из ковбоев засиделись там, ребятки, в своем там сарайчике. Надо-ка их размять немножко. Берем, значит, здесь у нас уже рядом... Да ладно, серьезно, а где? Давайте, наверное, зафармим это скопление, да? А почему бы и нет, собственно? Аккуратно прокрадемся. Быстренько выполним свою поставленную задачу, и все. И тарда у нас есть, смесь есть. Если что... Воу, воу, воу. Че-то, короче, тут их много, пацанов. Нет, вы знаете, все, отбой, отбой. Долго не хочу заморачиваться сейчас пока туда-сюда. Кому нам нужен мешок? Выжившие солдаты. А ну, в принципе, сами определились, кто у нас будет сегодня в напарниках. Отлично, погнали. Вот она, вонючка. Бум. Нет, не взорвалась. Ладно, ничего. Мы сейчас скидываем им мешок с материалами, получаем свою долю влияния за это. Ммм, хвы твари. Нет, не хочу, не хочу. Заигнорю, потому что у меня не стоит нужное оружие. Жесть, тачка сломалась почти. Опасно. Так, не бегут? Вроде бы нет. Так, мешочек-то я забыл. Не, один бежит, смотри, герой. Братан, ты связался. Не стой, девушка. Подкатики свои. Попридержи. Может быть, купим сейчас у них ремку? По-моему, ремка должна быть, по идее, у меня здесь. У меня всегда лежит ремка. Всегда да не всегда, друзья. Да-да-да. В итоге мне пришлось разрушить автомастерскую. Ребят, ремки есть у вас? Кстати, мешок-то я не взял, да. Ладно, сейчас возьмем. Ремки, ремки, ремки. Ремок нет, да? Я канистрочку на всякий случай заберу. Да ладно ты, все нормально. Лиса, ну тебе ли переживать? Боже мой, ну тебе ли переживать? Ну бежит какой-то парень, да? Ну смотри, опа. Свойственной тебе и манере, да? Раз ему по щам. И навтыкала. Так, окей, кому нужны? Кому нужно передать? Нет, не джему, а... Нет, наверное, джему все-таки. Да, мешок материалов отдать. Забирай. Забирайте, ребятушки. Отношения мы с вами поддерживаем. Так, мы тебя брали, мужик. Пойдешь на свидание с Лисой? Говори сейчас. Отвечай прямо здесь и сейчас. Нам нужно знать точно. Еще, на всякий случай, гляну. Ничего ли тут полезного у них нет? Да нет, вроде все. Все такое, как бы, да? Ну что, на фералов мы пока забьем. Я бы хотел, конечно, твари растрепать, но вот... Проблема в том, что у меня подсломана немножко тачка. Аааа... Так, так, так. Ладно, решим. Давайте посмотрим вообще, что это за место и где оно находится. Я знаю это место, но по идее, да. По-моему, это просто у дороги какая-то шляпа. Окей. Погнали. Друг, ты сел? Или все-таки заехать порематься, может быть? Ну, в смысле, починиться? Вы знаете, как бы старцу село не круто, как говорится. Поэтому давайте мы рванем, наверное, починимся слегка. Потому что туда-сюда тачка задымится, загорится. И уже потом будет не вариант. Не вариант нам в такой тачке кататься. И опасно, и не нужно. А порематься нам тут две секунды. Метнуться до базы, и все. Ну, а ну-ка, друзья, затестим эту самую вышку снайпера. Давайте попробуем, вот ради интереса. Где она? Вот, снайперская поддержка. Погнали. Смотрите, включаем. Сейчас начнется беспредел. По идее, сейчас, по идее, сейчас должна начать работать вышка. Подожди, снайперская поддержка. Ну, я вызываю. Дает ключевой предмет. А, все, понятно. То есть ее нужно включить. Вы знаете, я рассчитывал на то, что здесь будут вот эти вот джиггернауты. Но их здесь нет. А это значит, что? Да. Это значит то, что мы с вами включим эту штуку потом. Не сейчас. Все. Давайте пока от этого откажемся. Ну что, чиним тачку. Я почему-то хотел сейчас включить ее, чтобы всех вот этих джиггернаутов, которые тут пасутся, просто перемолотить. Но ребята с вышки, я думаю, сделают ровно то же самое, без всяких радиокоманд. Две ремки сразу вольем. Наверное, одну оставим, да? Да. Тачку в любом случае нужно чинить, поэтому ничего страшного. Ну, вот так вот, видите, да, получается. Только отъехал от базы, и проблема нарисовалась сама собой. Давненько просто эту тачку не катал, поэтому не знал, что она там на грани слома, можно сказать. Ну, это еще пока, конечно, не на грани слома, но может быть все гораздо хуже. Так, мы с вами выбираем, что, гранату? Давайте-ка раздаем вот это тело. Вонючее. Пошел вон. Волна зомби, далеко не самая страшная. Ну что ж, мы сейчас заявим права на территорию, на эту. О, округ Дракер, он, знаете ли, наш. Мы никому здесь не позволим селиться, никаким тварям чертовым. Не позволим здесь устанавливать свои законы. Ну а далее, все по стандарту, я думаю, рвем с вами куда-нибудь на сердца, начинаем их рвать, потрошить. Попутно будем помогать, наверное, выжившим. Что у нас там есть? Настройщики-смагонщики. Хорошо. До них мы тоже доберемся. Ребятам прошлой серии помогли уже под конец, да? Они обещали подкинуть нам бухлишко немного. Ящик другой. Ну, посмотрим, посмотрим. Такие ли они честные, ребята? Так, смотрите, мы уже, в общем-то, подъезжаем, да? Как бы нам с вами спозиционироваться красиво, чтобы нас тут не зажали. Вон они, твари, уже забегали, засуетились. Давайте, наверное, куда-нибудь вот сюда. Не знаю, зачем так далеко, друзья, но просто люди это люди. Люди опасные. Твари здесь самые опасные. Поэтому лучше нам как-то заранее. Ну, вы знаете, хотел, хотел с гранатой, с газом глиняка, немножко пошаманить, да? Но что тут не получается. Давайте попробуем, может быть... Все-таки я хочу, все-таки хочу выманить этих тварей. Да, вон они, смотри. А, смотри, она превращается в зомби, жесть! Жесть, смотри, что творится, она прям реально в зомби превратилась. Ну, вы знаете, это было изи. Это было изи, если честно. Граната на петарду среагировала вообще идеально. Да вы отвалили твари-то, поганые. Смотри, они по КД меня просто, по КД меня трогают за интимные места. А ну-ка, отвали, урод. Все. Фосс, фосс, твою девушку тут трогают какие-то вонючие гады, а ты стоишь, смотришь. Ну, ладно, красавчик, отбивался, отбивался. Это я шучу. Ну, собственно, как-то так. Как-то на изичах вообще все прошло. Какие-то люди оказались, в общем-то, не люди, так скажем. Нет, ну люди, они, конечно же. Так, смотрите, что мы с вами можем подключить. Ну, вы знаете, нам по-прежнему нужна еда. И по-прежнему нужна, так скажем, в больших количествах. Давайте, наверное, вот этот аванпост берем. Чисто для того, чтобы сейчас просто сбросить барахлишко. Барахлишко. Барахлишко у нас тут немножко подсобиралось. А, ну и тогда мы через этот аванпост сбросим 50-ку. Она нам, собственно, больше не нужна. Да, да. И отправимся с вами дальше уже на сердца. Может быть, возьмем гранатомет, например, там, зафармить джиггернаутов в каких-нибудь парочку. Было бы неплохо. Можно прям в совокупности авиаудар сделать, да. Давайте для начала мы его, кстати, включим себе, чтобы у нас он был. В будущем. Попробуем зафармить. Вот таким вот образом. Так, убираем все вот это. Пойдем последнего залутаем. А давайте я скину 50-ку. Мне кажется, она больше нам не пригодится. Так, так, так. Это берем сюда. Ну и патрончиков себе тоже доберем. Пару магазинчиков по традиции. А, у нас получилось в итоге три. Нет, давайте все-таки вот так. И что? Нам нужно восстановить одну петарду и... гранатку с газом гнилика. Вопрос, вопрос. А брать ли или не брать ли? Не знаю. Так, нам нужны одароблокаторы. Это я точно знаю. Берем шесть штук. Ладно, я думаю, что нам такого набора должно хватить. В крайнем случае патронами доделаем. Доделаем всю грязную работу. А братан-то вот этот. Смотрите, из-за лава когтя. Кстати, он мог создать внушительное сопротивление нам, если бы я его первым выстрелом не разнес башку ему. Смотри, родимая мамба Эха-Х2. Красиво, что как ты появилась в моей жизни вновь. Так, керамбитик у нас остался, да? Братан, рюкзак заберешь? По сходной цене я тебе отдам. Давайте сделаем дело. Хорошо. А, не, рюкзак, подожди, рюкзак. Рюкзак такой... Ай, ладно, черт с тобой забирай. У меня есть, если что. И керамбитик возьми. Смотри, какая штука прикольная, друг. Поиграйся. На досухе там, так смотри, не порежься. Так, ну, в общем-то, все, друзья, забираем. А здесь что осталось? А, так это. Ну, а что ты молчишь-то, что я рюкзак-то не взял, друг? Нет, ты знаешь, с таким мы на свидание больше не пойдем. Какой-то ты это, друг, непонятно. Бомбы. А, бомбы, кстати, бомбы, кстати. Вот, мамбы, эхо-х2 тоже, кстати. Вот так вот делаем. Ну, наверное, таким сетапом поедем дальше, я думаю, да? Гранаты, бомбы. Побросаем, повзрываем. Будет вполне себе. А, единственный момент, подождите-ка. Знаете, я кое-что сделаю. Во-первых, вот так. Ферал, 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 ферал. Тварь поганая, где? Не вижу. Я понимаю, что ферал, где? Тюк. В головочку. Тюк еще в одну. Слушайте, красиво. Увернулся и прям на в башку. Такое редко бывает. На самом деле он трепет, трепет. Бывает, что может и потрепать, гад. Так, окей. Бутылочку нам нужно восстановить. И, собственно, на этом будет у нас все с вами отлично и прекрасно. Тачка на горе стоит одинокая. Но ничего страшного. Слушайте, а давайте попробуем команду заюзать сердце. Поиск сердца, да? Смотри, сколько у нас союзников, друзей. Вся карта в союзниках. Жесть. Чтобы вот не пилить сейчас очень-очень далеко, давайте попробуем где-то здесь неподалеку сердечко поискать. 350. Не, вы знаете, жалко. Я еще пока не могу от того стереотипа отделаться, обезопасить территорию. Кстати, а сколько их, сколько их еще осталось? О, еще пять штук, да? Смотрите. 17 у нас в итоге. Где могут быть? Где могут быть? Это что такое? А, обсудить сыты нам опасения. А что за опасения настройщики, самогонщики? Какие могут быть спасения? Два сердца мы с вами видим. Где еще два могут быть? Наверное, где-то... Ну, где-то. Где угодно могут быть, на самом деле. Нужно просто свыше их поискать, скорее всего. Может быть, даже где-то... Не знаю. Где-то здесь, наверное. Тут мы с вами мало катались. Вот тут база есть какая-то. А может быть, и придется команду юзать. Черт его знает. Ну, тогда давайте через базу вернемся. Поговорим с Итаном о его опасениях. Че ему там не нравится. Да иди, замолчи. А, все-таки услышали, твари, смотри, да? Не просто услышали твари, а их тут туча вообще, смотри. Ну, а вас, ребятки, я и ручками возьму, не побрезгую. Ну, в принципе, ладно, сгодится. Тоже ничего. Так, что нам со скоплениями, кстати? Давайте-ка взглянем. У нас есть прямо возле база одно. Сейчас его и зафармим. Зафармим его, поговорим с Итаном. Сгоняем до самогонщиков. Там и до сердечка докатимся. А там еще два ферала на дороге стоят. Кстати, тоже их сейчас будем забирать. Во! Смотри, там кто! Ах ты и хотел! Ладно, давайте найдем группу из двух джиггернаутов. Я думаю, что вот применить на них снайперскую поддержку будет самое то. Все-таки два джиггернаута это проблема. Снайперская поддержка в совокупности с ударом беспилотника должны, в принципе, размолотить этих джиггернаутов, ну, за считанные секунды, мне кажется. Там вообще никаких шансов им не должно остаться. Вот они. Ну-ка, братаны. Один не угадал. Один не угадал. Но... Вылезай, вылезай. Че ты, че ты, че ты, че ты, че ты? Вылезай. Хорошо. А я притормаживаю, не пойму, она не вылезает. Она притормаживает, но не вылезает. Слушай, ты красава, парень. Ты молодец. Я ставлю тебе плюсик. Свой блокнотик с женихов. Которых мы тут лиси сватаем периодически. Так, вы знаете, вот сейчас лучше нам, наверное... Лучше нам, наверное, сделать что-нибудь... Не знаю, что. Все хочется сделать. Отвалил, уродец, сейчас завалю тебя. Заразили, тварь, а ты смотри, все равно. А вон он, вон он, смотри, там бегает, гад. Ладно, давайте сейчас. А че? А че бои нет? Джигернаут все равно сагрится, я думаю. От, получай, получай в башку. Вонючка. Вообще ничего делать не нужно. Он тупо будет сам его валить. Точнее, снайперская поддержка. Не-не, погодь, погодь, погодь. Потом, потрещим, потом. У нас есть дела поважнее. Шикарно, да? Согласитесь, ну просто бомбезно. Смотри, что творит. Просто сносит им бошки прям через окна. Жесть. Подождите, дайте я ворвусь, наверное, просто так. Вы понимаете, что без этой команды... Ну, точнее, нет. Без этой команды, конечно же, играть можно. Мы с вами доиграли до топовой базы без этой команды. Но вы представляете, какой кайф играть с этой командой, да? Снайперская поддержка вот эта именно. Вы понимаете? Ты просто бегаешь вокруг Джигернаута, и его разбирают. Его разбирают твои бойцы. Ну, как бы они как будто бы твои бойцы, но достреливают они на самом деле в любую точку карты. Реально в любую точку. Вон они, красавчики, сидят вон там. И оттуда ведут прицельнейший, крутейший огонь по всем тварям здесь. Вокруг базы и при использовании вот этой команды они еще тебе помогают в любой точке карты. Я раньше недооценивал, на самом деле, все эти темы. Так, не надо с ними связываться. Мы живем в слишком опасном мире, чтобы доверять горстке пьяниц. Каждый заслуживает того, чтобы ему дали шанс. Кроме того, перегонный цех может поднести нам ощутимую выгоду. Так, поговорить с Мэтт из настройщиков о его планах по строительству перегонного куба. Ну, давайте, давайте, наверное, продолжим вот эту вот историю. Для начала, мы сейчас с вами еще похилимся немного. Я думаю, что нам, наверное, вряд ли кто-то что-то сделает. Даже если они быканут, я думаю, что мы их завалим. Я думаю, что должны справиться там без проблем. У нас есть гранаты. У нас есть одероблокатор на крайняк. Мы там, если что, что-нибудь придумаем. Так, что у нас внутри? У нас две канистры, да? Кстати, вот эту штуку давайте выложим. Все-таки кайфовая постройка на самом деле. Мало того, что она дает защиту базе, да, снижение, давайте покажу, снижение риска осады, да. Так, плюс ко всему, эта постройка действительно еще дает обалденную вот эту вот обилку снайперской поддержки. То есть по всем пунктам это очень крутая вещь для выживания на кошмаре. Так, смотрим, где у нас эти настройщики. Самогонщики? А вот они, да? А, ну то есть мы едем как обычно, в принципе. Поехали. А сердце, наверное, придется нам обнаруживать так. Но до одного мы точно в этой серии доезжаем. А вот оставшиеся, скорее всего, придется за влияние. 350 влияние, черт возьми, это ощутимо бьет по карману. Но мне кажется, выбора у нас немного. Так или иначе, нам придется обнаруживать сердца через эту команду. Собственно, затем она нам и дана. Ну, либо же просто ехать, да, в какие-то уголки карт, в которых мы еще не были. И там стараться залезать на вышки, осматриваться с вышек и так далее. Ну, посмотрим. Надо подумать, как лучше. Потому что влияние на самом деле, вот, казалось бы, вроде тратить некуда. Вот недавно я слил пару тысяч, наверное, пока там закупал гранатомет и так далее. Хоть я пузырьки в обратку и продал, но все равно. Все равно хотелось бы жить как-то в большей уверенности, что влияние не кончится вот так вот на ровном месте. Задание есть, но, опять же, задание это не всегда хочется, не всегда. Они бывают, не всегда они денежные. Интересно, а сколько у нас откат? Четыре минуты, друзья, понимаете? Через четыре минуты мы с вами снова включим себе снайперскую поддержку и снова сможем размолотить любого джиггернаута, а может быть, даже и двух. Так, ну что? Гости у нас есть, да? Все хотят бухнуть на халяву. Нет, ребят, нет, только наши. Только наши. Продаем одну бутылку в руки. Больше не дадим. Красава, парень, слушай, вообще красавчик. Всех просто под ноль. Расколупал. Давайте на всякий случай с вами берем горючую смесь. Я думаю, сожжем их всех, чертовой матери, если они быканут. Ммм, там сидит... Да, там сидит Орда. Подожди, подожди, куда побежал? Давай, пообщаемся. Мэтт, как хорошо, что ты здесь. Пойдем поищем еще пару деталей для аппарата. Взять Мэтта в спутнике. Ну пошли, пошли. Отправлять в магазин для фермеров вместе с Мэтт на поиски деталей перегонного куба. Ммм. Брат Вес, полицейский. Интересно. Так, смотрите, это у нас где? А это нам нужно спускаться, получается, вниз, да? Ну ладно, на тачке это будет не так... не так сложно. Кстати, ребята, а что у вас есть? Давайте-ка торганем, может быть. Что, у вас там есть интересного? А, короче, ничего, да? Ну ничего и ладно. Так, а сколько там народу сидит? Ладно, не очень там народу. Я думал, может там подманить петарды и всех сжечь, но нет. Не слишком их там много сидит. Так, я вроде меточку ставил, по-моему, да? Но нам нужно спуститься для начала вот здесь. Это самый нормальный срез, вот как по мне, в этой области. Хоть здесь, конечно, можно и тачку угробить, в принципе, если разогнаться слишком, слишком сильно, чрезмерно. Но в то же время, зато ты сразу раз и оказываешься внизу без всяких этих серпантинов идиотских. Здесь там надо наворачивать круги и так далее. Так, а не пришло ли время у нас для радиокоманды? Нет, еще минутку. Минутку подождать, и можно вырубать ее и заново устраивать дикое веселье. Кстати, неплохо было бы еще и подзаправиться. Так, взлом беспилотника у нас появился. Прекрасно, прекрасно. Кстати, кстати. А это тот магазинчик, походу? Да, смотри. Смотри, не чувствую себя хорошо. Ты в порядке? Ты билен за плаги-зомби? Это плаги-зомби, это бедный пир. Да, попробуй называть вашего друга сейчас. Пришлось сделать вот так. Вот это было гораздо проще, чем, да, чем что-то другое. Чем пытаться здесь. Потому что там крикун был, сейчас бы эти поломились придурки, и, скорее всего, крикун был врубил свою крикуху. У нас тут еще заправочка рядышком есть, сбор топлива. Хм-хм. Может пригодиться. И там, по-моему, тачка есть какая-то, да? А что за тачка? Рамос. А это что, типа джипа, по-моему? Ладно, я могу ошибаться. Так, хорошо. Что ты хотел, Мэтт? В чем проблема? Выясните, расслабься, у меня все под... Так, простите, мне что-то нездоровое. Теплое пиво, да-да-да, броня, доводит. Блин, что с тобой такое? Найдите деталь для создания перегонного куба 0 из 25. Ну, давай, поищем. Так, а нам, походу, нужно лутать, наверное, много здесь коробок, да, получается? Вполне возможно, что и зомби будут бежать. На самом деле, плевать, я буду просто сейчас лутать на быстром. Ммм, патрончики. Кстати, да, я же когда переигрывал, помните, я рассказывал, что когда все сломал, был у меня такой моментик, я переиграл это все дело. И получается так, что... Вот этот домик остался не лутанный, потому что я подогономил немножко времени и просто не стал его лутать. Боже мой, музыка нагнетает вообще такую атмосферу, как будто я там, не знаю, как будто я по рации вызвал 25 жигернаутов в эту точку. Там-то все лишь два поносных зомби бежит. И все. Вот сейчас, конечно, прибежит гораздо больше. Так, мы не можем взять ни это, ни то, ни вот это, ни вот это. Ладно. Нам нужно подключить вот этот таманпост, и дело пойдет быстрее. Я думаю так. Здесь, по-моему, у нас вроде бы, да, это сбор еды, отлично. Тогда мы с вами сейчас вот эту снимаем. И подключаем вот этот сбор еды. Эй, это не просто, что мы хотим? Хотя бы лутать будем быстрее. Заданница пройдет пошустрей. Так, семена. А давайте, ладно, мы сейчас с вами по ящикам пробежим, быстро найдем то, что нужно. А именно детали. Воу-воу-воу, какая штука классная есть, обалденно. Попользуемся, попользуемся как-нибудь обязательно. Так, здесь у нас семена. Потом обязательно я сейчас пройду по этим ящикам. Это патроны. А вот здесь... Вот они, оставшиеся детали, отлично. Отдать 25 деталей, держи. 240 влияние, друзья, шутка ли? 240, это здорово. Так, давайте сейчас мы сбросим, наверное, барахлишко. Потом возьмем его обратно. Так. Давайте вот так вот сделаем. Немножко побыстрее дело шло. Семена, там, по-моему, еще где-то были семена. Еда. Граната, отлично, пригодится. Да, вот еще семена. Здесь что-то можно было взять. Патрончики, прекрасно. На улице, по-моему, тоже были какие-то ящики-коробки. А здесь что? Химикаты, хорошо, и... И химикаты, прекрасно. У меня, говорит, мальчик и мальчик. Так, монтировочка. Монтировочка, это хорошо. Монтировочка может пригодиться. По крайней мере, на разборчик. И вот этот бачок. Да, мы делаем все по-хитрому. И детальки еще, отлично. Так, делаем все по-хитрому. Сбрасываем вот это вот, вот все. Так, а в итоге Мэтт-то он останется с нами, или он пойдет своей дорогой там дальше домой? О, хей. Попробуем мы сделать какое-то бизнес? Хорошо. 80 от влияния, бак с водой, да? Неплохо, неплохо. Давайте сейчас, наверное, еще вот это убираем. Затариваемся медициной обратно. Хорошо. Ну что ж, что у нас там дальше? Брат ВС-полицейский. Но это возвращаться на базу, давайте все-таки сердце возьмем. В этой серии сердце возьмем. Теперь вопрос. Они стали со... Нет, они дружественные, кстати, прикол. По идее, после двух они должны становиться союзниками, насколько я знаю. Но я могу ошибаться. Погнали, форманем сердце. Никого в округе нет, можно отправляться. И, наверное, подзаправимся, да, пока там Фосс разбирается с зомбиком. Вообще, неплохо бы на заправке пошарить. Слушай, ну смотри, задание, ну само. Оно само, это не я, оно само. Я бегу к тебе, бегу. Сейчас, коробочку золотаю, побегу. Воу, а когда-то, когда-то за вот эту штуку, друзья, я отдал, ну, немножечко влияния. За вот эту. Классная вещь, она у меня стоит. Ну, в этом. Но когда-то мне пришлось ее купить у торговца. Это улучшение для огородика, которое дает немножко больше... Немножко больше производства еды. А, это у нас тут группка нарисовалась. Смотри, прям рядышком, нейтральные фуражиры какие-то. А, вон, смотри, там что творится. Ну, немножко, конечно, они подкрикнули. Подкрикнули. Ха-ха-ха, ты интересный. Интересное слово, подкрикнули. Но немного. Могли бы, конечно, и больше. И гораздо... Гораздо дольше покричать и гораздо больше приманить. Получилось вроде бы терпимо. Так, что тебе надо? Добавить сикия в спутники. Я ищу свою группу, поможете мне добраться до Бронто Чивонто? Чивонто где-то. А, смотри, у нас уже здесь... Прикольно. Скопленица нарисовалась. Ну, куда ж ты ломишься-то? Куда ж ты ломишься? Черт тебя, Дерину, какого лешего? Давайте попробуем отманить, может быть, петардой. Не, ну заваруха грядет, друзья, заваруха грядет. Поэтому давайте мы, наверное, вот как с вами делаем. Круто-круто, слушай, нормально. А ее завалили? В смысле, она поломилась, ее завалили? Нет, 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 это не она. Это, видимо, ее собратья, там, я не знаю, сослуживцы. Да, смотри, действительно так и произошло. Да, обидно, обидно, конечно, печально. Во, вот это мне надо. Вот это очень нужно. А тачка у нас... Да, тачка у нас далеко. Давайте поговорим с ней, потом подгоним тачку и будем что-то думать. Принять сики, она головой... Че там, че там? Давайте, ладно, посмотрим, кто она такая. Лекарства. Да черт его знает, я не знаю, на самом деле, какие у меня там черты, интересные, неинтересные. Не, для начала мы, конечно, можем приторговать. Это первый, первый момент. Что мы можем купить? Вот это мне пригодится, это я возьму, пожалуй. Ну, петарточку, наверное, тоже давай куплю. Мешочек, нет, мешочек покупать не буду. Ну что, брать не брать, друзья, ну давайте возьму, ладно. Ну я же, я же, да, добрая душа. Давай, возьму. И нам нужно тогда заправочку полутать, коль мы это начали делать, чтобы здесь у нас не висело полуоблутанное здание. Нужно будет нам полутаться. Есть что скинуть? Нет. Сейчас подкатимся туда, полутаемся, потом, наверное, перебросим шмотки в аванпост. О, работает снайперская вышка, да? Смотри. Что творит? Так, ладно, придется разобраться с тварями. Извините, парень, немного занято. Да, за 50 влияния, конечно, это фантастический ассист. Просто я вот не пользовался раньше этой штукой. Только лишь про нее слышал. Но за 50 влияние, друзья, это фантастика просто. Штука, которая сносит практически всех в радиусе, ну, довольно большом. Может, радиусе метров 100, наверное. Она реально сносит все. Фиралы, да? Да. Ай, ты жесть меня что-то раскорячила. Пацаны, дайте попаду, спасибо. Ладно, немного тачку заблокировал. Что мы сейчас придумаем? Ничего. Вот это нужно было. Вот только ради этого стоило сюда, конечно, заехать. Ладно, мы сейчас все полутаем. Не-не-не-не, вот так. Сейчас полутаем, и тогда с тачкой что-то тоже придумаем. Так, что у нас еще здесь? Два из четырех. Скорее всего, остальные будут на улице. Но давайте вот этих вот залутаем, ребят. И где-то здесь был еще один труп. Хм, а у тебя уже побольше, поинтереснее. Тогда мы, ковбой, тебе продадим? А, это ты не ковбой, ты другой. Хоть там солдат. Хорошо. А, смотри-ка, ты вот эти пузырьки тоже забирай. Это влияние, это достаточно много влияния. Под соточку. Хорошо. Так, тогда, наверное, вот так вот сделаем. Сейчас еще последний штрих. Сейчас я скину вот это барахло, и мы с вами отправляемся дальше. Нападение зомби на базу. Может быть и доедем, слушайте, потому что они потратят боеприпасы. Боеприпасы я бы тратить не хотел. А с другой стороны, а с другой стороны, да плевать. Пусть трать боеприпасы я сделаю, если что. Сколько-то там потратится, не критично, по-моему. Насколько я помню. Так, что нам нужно добрать? Отвертку нам нужно убрать. Нам нужно, наверное, еще патрончики докинуть. Остатки, да? Хорошо. И что? И все. Наверное, кроме горючей смеси можно было бы взять. Да. Кофеек, наверное, надо взять, мне кажется. Но, по-моему, продается у кого-то из них. Сейчас мы вот здесь остатки залутаем. Здесь должно быть два ящика. Отлично, отлично. То, что нужно, черт возьми. Потому что пришел ко мне торговец, у него было всего лишь два мешка. Не три, как обычно бывает, а всего лишь два, к сожалению. Да, здорово. Заправиться нет, пока не нужно. Ковбой, дай-ка чашечку кофе есть у тебя. Нету. Нет, подожди. Смотрите, да, нам ее нужно отвезти домой, чтобы все было хорошо. Тогда, наверное, придется нам. Плюс нападение на базу переживем, ну а дальше тоже поедем куда-нибудь. Так, тогда давайте мы вот эту вот команду, я застрял. Используем. Куда попадем, интересно, непонятно, но разберемся. Да, смотрите, кофе нужно. Можно саванпоста, но нам нужно сикею эту сбросить с хвоста, да? Нет смысла ее брать на сердце, еще там сдохнет, потому что они ломятся. Биться прямо туда, прямо впритык. Мы сейчас гоняем до базы, выпьем кофеек, отобьемся. И рванем, наверное, под конец серии. Завершим все-таки восьню с этим сердцем одним-единственным. Ну а остальные сердца будем искать, друзья. Их остается еще там, по-моему, у нас что-то около четырех, если мы с вами уничтожим вот это сердце. Вот она, группа классная на самом деле. Вот их бы завалить с гранатомета было бы то, что нужно. Не, братан, не. Не получилось. Ни в этот раз. Не свезло, как говорится. Смотрите, что такое было. Пока мы еще не запускаем таймер, давайте сбросим, наверное, все наше добрище. И вы знаете, нам бы, нам бы с вами сделать что? Починить вот этот грузовичок, потому что если вдруг придет какая-нибудь тварь, то эта тварь, скорее всего, доломает его. Все готовы, потому что у нас есть большая борьба на наших руках. Быстренько обращаем, там у нас 18 секунд еще есть в запасе по времени. Я думаю, что мы успеваем спокойно. Но сейчас-то с вышкой, друзья, с вышкой будет абсолютно по-другому играться. Абсолютно по-другому все будет выглядеть. А чего это мне быть мертвой, интересно? Хорошо, кофе еще пьем. И давайте приготовимся, посмотрим, как наши ребята будут отрабатывать. Отрабатывать они должны красиво. Ай, ты стварь, вонючий, не могу. Никогда не мог не попасть. Так, скримером я сниму, без проблем. Да, абсолютно по-другому выглядят осады, честно вам скажу. Небо и земля, с вышкой и без нее. Их бы еще вооружить всех прям четко, чтобы прям у всех были крутые пушки. Вообще тогда никто не придет. Даже подойти не сможет. Так, Джаггер бежит, походу, да? Да, кстати, наверное. Давайте-ка мы сейчас его зафармим. Да слезь ты, черт возьми. Никогда не любил эти лестницы. Давайте-ка мы сейчас Джаггера фарманем. Ради прикола. Где, где, где? Вот она. Пока непонятно, придет Джаггер наут, но возможно, да, он где-то вот там был. Вот он, вот он, вот он, в доме, смотри. Жесть, промахнулся. Подожди, подожди, друг, подожди. Да нет, на самом деле он... Нет, я не хочу лезть сюда в упор, потому что... Тащие стрелять не хочу. Потому что, скорее всего, задену этого дурака, который там кувыркается под ним. Да какого лешего, почему ты не в него сопопадаешь? У него что, физической... Физической модельки нету? Не, не дали мне. Все равно не дали, не успел добить. Ладно, ничего страшного. Что-то включил там, пускай будет. Так, как-то кривенько получилось. Пострелять из гранатомета? Ладно, потом его на дело возьмем. Давайте пока выгрузим. Ну и, собственно, все, отправляемся с вами дальше, я думаю. Единственный момент, наверное, я немножко боеприпасиков подделаю. Огнестрельное оружие, тонкая настройка. А, пока это делается, мы же можем сейчас после патча делать себе боеприпасы, точно-точно. Какая опция у нас имеется. Так, ну что, друг мой, прокатимся на сердечко. Что у нас там, строители, полезные друзья? Это Гудман, бродячий торговец. Кстати, к торгашу заглянем. К торгашу заглянем. Там могут быть нужные нам материалы. Ресурсы и так далее. Тем более, торгашек недалеко. Больше таких нет штук. Ну, ладно, нет и нет. Да как тебе цепануть, собака? Смотри, не получает. Все, отлично. Чувак, лови. Хорошо. Ах, не успел. Ладно. Так, расскажи, чем торгуешь, что есть у тебя интересного. Ммм, смотри, какие штуки есть хорошие и классные. Да-да-да. Взять, не взять, взять, не взять, не знаю. Но вот это точно возьму. Два по 175 точно возьму. Это мне пригодится. О том, как наделаем каких-нибудь крутых боеприпасов, как устроим здесь геноцид просто по всей карте. По 300. Получается, подождите-ка, а мы делаем, смотрите, с одного мешка, да, мы делаем сколько? Четыре гранаты, да, с одного мешка получается. Мешок стоит 175. Здесь три продается за 300. Не знаю, нет, не буду брать. Наверное, выгодно, но лень сейчас заморачиваться считать и так далее. Поэтому не буду. А давайте-ка посмотрим вот еще что. Сколько у нас с вами помещается еще ресурсов, боеприпасов? 46 всего можем нести, да? Это значит, что мы с вами спокойно, по идее, сейчас скидываем эти два мешка. Так, мешок, мешок. По идее, должно было быть все нормально, мне кажется. Да, у нас 38, а помещаясь 46. Отлично. Хорошо. Так, секундочку, дайте-ка я гляну, пока не забыл. И вам покажу, и сам посмотрю. Новенькая, сикия. Вот она. Кто такая? Трать слишком много топлива, расход по уровню на 25%. Скорость набора опыта вступает в конфликты с другими людьми. Лидер-командир. Ну, можно ее улучшить до гражданина, да? И посмотреть, что у нее там будет. Потому что, судя по вот этому описанию, я бы ее гнал бы прямо сейчас. Потому что она, ну, как бы не айс. Единственный момент, у нее крутые показатели. Да, у нее мега крутые показатели. 196 здоровья, друзья. Это на самом деле классно. Так, секунду. Секунду. Кое-что сейчас сделаем. Можем? Нет, пока нет. Ну и ладно. Ну что, погнали. Погнали. Сейчас сердечком разберемся. Напоследочек, да? Я не знаю, будем водороблокатор применять, не будем. Сейчас еще пока едем, я подумаю. Вроде бы с ним-то побезопаснее, конечно же, будет, да? Но со снайперской поддержкой можно не сильно заморачиваться. Можно ее включить, и мне кажется, она там сделает свое дело. Вообще хочется, конечно, эту толпу зафармить, если честно. Просто так, вот ради интереса. Но для этого нам нужен гранатомет. Так, давайте еще посмотрим один момент такой интересный. Где у нас тут есть какие-то вышки? Они, по идее, показаны на карте, да, насколько я помню. Потому что чувствую, что оставшиеся сердца нам придется искать через радиокоманду. Не то чтобы это какая-то большая проблема, но... Хочется видеть, хочется понимать, где они все. Так, тем временем мы доезжаем до места. Хорошо. Хорошо. Давайте, наверное, у Одероблокатора меньше заморочек будет, на самом деле. Так, отлично. Подъезжаем туда, куда нужно. Находим сердечко. Так, где оно? Вот оно, хорошо. Ферал есть? По-моему, да. Слушайте, уже прям вообще на изичах, да, все это делается. Спокойно. Даже без Одероблокатора, мне кажется, вот с такой скоростью закидывания сердца, всяким барахлом, мне кажется, Одероблокатор даже не нужен. Просто на изи выносим его. Что происходит? Давайте посмотрим, что происходит для трейд, да? Хорошо. Так, окей, пойдем посмотрим, что у нас там выпало. Здесь, конечно, целый комплекс бы неплохо залутать, но у нас нет ни времени, ни места на это, на все дело. А, да, смотрите, палка для экскрима. Так-то вроде все нужно, да? Ладно, давайте подгоним тачку, сбросим там по возможности все, что у нас есть. А, еще, момент, момент, здесь есть какая-нибудь вышка? Да, есть одна, где она? Вон она. Погнали, осмотримся. Даже еще пока на тачку забьем. Нам нужно понять, есть ли в округе еще сердца. Вполне возможно, да, вполне возможно, нет. Спит там, спит, вонючка. Сейчас петардочку ему на голову сбросим. Пусть чай полетает. Очень высокие вышки, прям, я не знаю, лезть на них довольно долго. Так, смотрим, смотрим, смотрим. А вот, в общем-то, и нет здесь сердечек. Надежда была, но нет. Сапи, сапи, там лезет тоже где-то. Вот это вот еще можно осмотреть, да, вот здесь вот окрестности. Не знаю, были мы. Вышка мобильной связи. Вселитель сигнала. Смотровая точка. А, вот, смотри, еще одно сердечко у нас, да, нарисовалось. Они, получается, будут появляться по одному, что ли, или как? Что-то я даже не знаю. Может быть, они как-то будут реально по одному появляться у нас? По мере уничтожения предыдущего будет появляться следующее. Ну, в принципе, такая мысль вполне себе имеет место быть, но, может быть, и нет. Может быть, придется нам искать их дополнительно. Лезет, лезет там, братан. Давай, скорее, ты что? Медленнее девушки там бегаешь. Так, боевой дух восторг. Отлично. Мы хотя бы сердце заберем, потому что залутать здесь все вот это вот у меня, наверное, не получится, если только не подключать какие-то ванпосты. Кстати, что здесь что? Это ничего не дает, это ничего. Это дает сбор еды. Ну, как вариант, конечно, да, можно было бы всю эту штуку залутать, но ладно. Пока нет. Так, 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 что-то я немножко неправильно сыграл. Надо было сперва выложить там хотя бы часть какую-то. Так, ну, вроде бы терпимо, да? Плюс-минус у нас все с вами получилось. Не, вот это мы давайте-ка вот так сделаем, потому что выкладывается оно как-то не очень. И вот так вот, наверное. Хочу забрать просто именно из сердца все, чтобы исчезло вот это вот. Да, вот так вот, чтобы оно рассыпалось и просто исчезло. Иначе будет мешать нам немного здесь ориентироваться. Другой вопрос. Что у нас поблизости есть, чтобы сбросить барахлишко? Ничего. Значит, мы возвращаемся домой. Ну, а точнее, друзья, я это сделаю уже за кадром. Я думаю, спокойно доеду сам до базы. Дорожку я более-менее знаю. Ну что ж, в следующей серии увидимся. Не забывайте обязательно приходить и посмотреть, как мы с вами будем разделываться здесь с оставшимися чумными сердцами. Да, возможно, у нас появятся какие-то враждебные, выжившие. Да, мы обязательно разделаемся и с ними. Потому что враждовать с нами не надо. С нами нужно только дружить. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.